Существует секонд-хенд кружев брюссельских. Очень много у меня народа спрашивает, чем же ты такую ржавчину сделал. Какой у тебя мешочек. Мешочек. Это мой старый носок. Оп. И мы достаем оттуда элементы. Сегодня у нас в гостях Алексей Золотов, гончар-керамист, потомственный из Ярославля. Алексей привез нам пуансоны. Это такие штуки, с помощью которых можно даже новичкам создавать не только круглые, но и квадратные, шестигранные, эллиптические и продольно-перпендикулярные разные тарелки. С вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте. Привет. Также скоро будет гончарный интенсив у нас. Это пятидневная программа по освоению гончарного искусства. Будем лепить кружки, крышки, горшки, кувшины и соберем вот такой замечательный чайник. Все программы, даты и условия смотрите по ссылке в описании к этому видео. Алексей приехал к нам из Ярославля и привез пуансоны. Дело в том, что пуансоны используются для производства чего-нибудь. Это штуки, которые вдавливают. И вот у нас есть замечательная керамика, которую Алексей предъявляет как образцы, так я понимаю, да, пуансоновых выходов. Ну, когда пуансон выходит из формы. Всем привет. Да, я рад посетить замечательную мастерскую Ильи. Мы давно дружим. Я вот первый раз приехал в эту замечательную студию, честно говоря, просто в восторге. И привез ему вот эти вот образцы своей новой продукции для керамистов. В помощь керамистов. Для тех керамистов, которые занимаются мастер-классами и занимаются какими-то творческими вещами. Для керамистов-новичков. И для керамистов-новичков в первую очередь. Потому что это все делается просто. Алексей тоже гончар и керамист. Я гончар, керамист из Ярославля. Если кто-то меня не знает. Посмотрите вот этот сюжет. Мы были в мастерской в Ярославле у Алексея. Долгие годы и опыт преподавания тебя вдохновили сделать вот эту продукцию для начинающих керамистов. Да, 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 да. Значит, эта продукция изготовлена из материала под названием МДФ. Фрезерованный МДФ. Вот он так вот выглядит. У него достаточно гладкая поверхность. В отличие от ДСП, это что-то прессованное под давление. Да, это мелко-мелко дисперсная стружка, которая спрессованная с клеящим веществом. И дальше отфрезерованная. Значит, уникальность заключается в том, что этот материал малоколкий. Он легкий в использовании. Потому что гипсовые модели и формы, и плансоны, они имеют такой недостаток, что они тяжелые. Они бьются. Набирают влагу. Набирают влагу. Крошатся. Крошатся. Да, да, да. А здесь получается, что и дети, и взрослые могут спокойно работать. Если что-то не так, можно, допустим, что-то подшкурить. Но я вот сколько уже пользуюсь собственными же плансонами, эксперименты всевозможные ставим, критические эксперименты. Для того, чтобы, если возникают какие-то вопросы, можно было смело отвечать со знанием дела. Не теоретически, а практически. Да, сегодня мы практически будем делать что? Сегодня мы сделаем с вами квадратную, как тарелку с полями. То есть, если вот видите, вот здесь у нас квадратная тарелочка без полей, просто вот они загнуты, то мы сделаем с ажурными полями такую тарелочку. Значит, какие плансоны вообще существуют? На самом деле у нас модельный ряд достаточно большой. О, еще рекламка у тебя такая уже имеется. Вот здесь уже есть квадраты, прямоугольники, овалы, усеченные. Шестигранники. Да, шестигранники мы начали с тарелочек. Но первые плансоны, которые у нас начали выходить, пазловые системы, начали выходить в вертикаль. И это плансон для изготовления вертикальных изделий. В данном случае можно сделать круглую мисочку разной высоты. Одновременно этот цилиндр может перерасти в кружку. Набирается высота. Набирается высота. То есть можно сделать и большую вазу. Так вот, если мы говорим с вами про кружки, то тоже на нашем рынке никто еще не начал выпускать. Это плансоны для ручек. Я столкнулся во время проведения курсов по керамике и с детьми, что люди не могут нормально выгнуть вот эту вот ручечку. У всех начинает трескаться. Она начинает трескаться, деформироваться, разные размеры. Здесь идет шесть видов. Вот есть большие и маленькие элементы, которые позволят вам делать одинаковые ручки. Разных размеров. Разных размеров. Следующее поколение плансонов будет уже здесь с покатыми краями. Донышко будет полукруглое для красивой чашечки с полукруглым дном. Одновременно она же может быть находиться сверху. И у нас получается вазочка. Одновременно эти диски будут у нас увеличиваться в большем диаметре. Можно будет собрать кашпопа цветы, сделать какие-то невероятные красивые вещи. Правильно ты сказал. Пазл. Да, это пазловая система. Вот в данном случае здесь мы привезли шестигранник. Вот из этого шестигранника в таком комплекте можно собрать шесть совершенно разных тарелок по величине. То есть вот у нас одна тарелочка, вот у нас вторая тарелочка, вот у нас третья тарелочка. Дальше мы собираем два элемента. У нас получается четвертая тарелочка. Дальше мы собираем так. У нас получается пятая тарелочка и общая тарелка. Вот у нас представлено. У меня во всех соцсетях есть видеоролики, как вот такая тарелочка делается. Это из шамота, да? Да, это шаматированная глина. Очень много у меня народа спрашивает, чем же ты такую ржавчину сделал. На самом деле все очень просто. Если вы почитаете литературу, то там все написано. Но чтобы не читать литературу, спросите у Алексея. Я всегда вам скажу. Это обыкновенный сурик железа. Продается удобрение в магазинах для огородников. Наносится и получается вот такой вот интересный ржавый эффект. Из огородников. А у нас это называется как жоп. Железно-окусный пигмент у керамистов. Целая серия у нас есть больших пуансонов. Овалы, квадраты. Это вот для того, чтобы можно что-то запечь в духовке, например. Положить какие-то фрукты, рыбу, мясо, все что угодно. Конфеты. Людям всегда хочется большие иметь тарелки. Вообще-то соты это, друзья. Мед надо класть. А мед. Вот представьте, мед. Мечта пчеловода. Кстати, положил вот такую одну большую, как она называется правильно, восковая... Колобашка. Колобашка такая, да. А вот это, я так понимаю, для селедки, для рыбы прекрасная форма получилась. Да. Что хотите, то используйте. Такие формы вы не найдете в обыкновенных магазинах. И мы все делаем для того, чтобы творческие, мастерские могли на рынке предлагать нестандартные формы. Как ни странно, вот как ни странно, я вот сейчас приехал из Фокер Амикс, и люди заказывают круглые, обыкновенные пуансоны. Я говорю, ребята, есть обыкновенные тарелки. То есть, вот берешь круглую тарелку и в нее укладываешь пласт. Они говорят, нет, мы хотим пуансон именно круглый. Введем моду на шестигранные тарелки. На шестигранные, прямоугольные, вот такие нестандартные. Потому что вы таким образом будете отличаться от всей той керамики. Пока отличаться. Пока отличаться. А потом другие пуансоны Алексей придумает. Ну, давай уже глину в студию. Сейчас сделаем с вами тарелочку. Давай. Я запас уже чаем, Алексей достал коробку с квадратным пуансоном. Значит, вот у нас вот такая коробочка. Когда мы открываем ее, буклетик откладываем. Он не понадобится. Это важная составляющая. Составляющая, да. Можно всегда за новостями смотреть. Нам понадобится наш квадратный пуансон. И вот такой вот пенопластовый, пеностероловый вкладыш. Коробочку убираем. Прям как пицца. Как пицца. Значит, ввиду того, что мы будем работать сегодня с пластовой техникой. А данные плансоны можно использовать и для жгутовой техники. Укладывать жгутики. Очень красиво получается. Тоже вокруг плансона. Да, вокруг плансона. Либо набирать какие-то узоры. Это мы еще будем снимать дополнительные ролики для вас, ребятки. Чтобы вы видели, как это все делается. Да, ссылка на канал Алексея. И вообще на Алексея внизу в описании. Смотрите, покупайте пуансон. Значит, я заранее, чтобы время не тратить, сделал вот такой вот пласт. Он имеет толщину порядка 5-6 миллиметров. Дальше. Это твоя глина же, да? А, да. Кстати, я привез глину, которую у нас в Ярославле производят. Называется она Брауни. Компания Никодим производит ее. Ну как, Брауни. Брауни, да. У нас в вербилках не знают. Ну такой вот, я не знаю почему. Потому что... Коричневый. Да, он вроде как давай шоколадный назовем. Потом засомневался, вдруг дети будут есть. Поэтому какой-то нейтральный такой Брауни. Пусть будет, да. Непонятно, что это. Привез специально для Ильи, для того, чтобы он попробовал поработать с этой глиной. Сдал свою некую оценку. Подпишитесь на нас, и вы увидите, как я с ней работаю. Следующий сюжет. То есть я беру ажурную, вот такой вот. Бабушкину. Бабушкину. Кстати, в виде маленькой рекламы скажу, что у нас в Ярославле, для меня это было просто откровение. Существует секонд-хенд кружек брюссельских. Из Брюсселя привозят. Они немножко где-то вот потрепаны. Но сам факт, что это ручной работы вещи, их продают на вес. А почему из Вологды не привозят? Я не знаю. Секонд-хенд кружев. Да, вот это меня очень сильно удивило. Значит, после того, как мы вот так накладываем салфеточку, я раскатываю исключительно от центра к краю. Да, обратите внимание на это. Вот так. Вот так. Значит, наоборот, будет сборка. Вот так. И после того, как мы это сделали, мы берем и снимаем. И у нас получилась вот такая вот красота. Значит, я знаю, у тебя есть лайфхак к нам. Значит, лайфхак заключается в том, что для разделения глины и гипса или каких-либо других материалов используют либо тряпочки, нетканный материал, вот в данном случае здесь он подложен под фанерочку, либо используют тальк, либо мой лайфхак, который я вам дарю, использование органического разделителя. Органический разделитель это не что иное, как обыкновенный крахмал, либо мука. Да, тальк это неорганический разделитель. Он будет образовывать кардиорит при 1200 градусах. Так вот, если мы сейчас работаем с красной глиной с вами, если нанесем сюда тальк, он оставит белесые пятна. И если вы захотите глузеровать изделие после первого же обжига, на поверхности будет такая достаточно жирная тонкая пленочка, которая не даст равномерно увлечь глазурь. Она будет все время скатываться. А обыкновенная крахмала у нас выгорит и не оставит после себя никаких следов. Да, перец по вкусу. Да, перец по вкусу. Соль не надо. Соль превратится у нас в соляную кислоту. Вот, я беру вот так вот. Вот так вот. Вон какой у тебя мешочек. Мешочек, это мой старый носок. Опять же, новое применение носков старых. Не выкидывайте. Как у скалолазов такая есть. Магнезия. Магнезия. Ну это тоже самое тальк. А здесь крахмал. Почему скалолазы не используют крахмал? Он скользит. Он прилипнет к рукам. Он очень-очень сильно скользит. А магнезия, там силикат марганца идет. И он подсушивает кожу. И скольжение не происходит. Значит, дальше. Мы берем вот этот вот наш плансон. Накладываем. Да, поверни вот так вот. Было написано. Мастерская Алексея Золотова. Накладываем. И дальше нам понадобится вот такая вот фанерочка. Круглая. А можно квадратную? Можно квадратную. Без разницы. Переворачиваем. Это я просто знаю, что это подложка от гончарного круга Никодим. Да. Тоже производитель Ярославля. Дальше мы это все делаем. Снимаем. И следующий лайфхак, который я хотел вам показать. Это другой мешочек, в котором он немножко у меня в тальке испачкан. Он не причинит вреда. В него просто насыпана крупа. Можно насыпать туда песка какого-то мелкого. И чтобы не пальцами давить, а просто вы аккуратненько вот этим мешочком так вот раз и отбиваете. Вот таким вот образом мы отбиваем. Он равномерно у нас укладывается. Не оставляет никаких следов. То есть, если пальцем будем тыкать, у нас есть вероятность того, что наш айфон будет вскрыт через века. А может быть чуть пораньше. Кто-нибудь купит тарелочку так вот, да? И Touch ID сделает гипсовый слепок. И вот после того, как мы вот это вот сделали, вот мы выгнули ее. А мы с вами говорили о том, что мы сделаем тарелочку с полями. Вот здесь вот как раз, вот это вот расстояние сделано по 6 миллиметров больше, чем сам планцун. И это позволяет нам что сделать? Опуститься вот так вот аккуратненько. Дальше мы берем, срезаем лишним шилом. Вот так я. Я срезаю в хаотичном порядке. Хаотично. То есть вот так вот. Просто вот так. Справа, слева, сбоку, снизу. Просто убираю эту глину. Причем на глину это никак не повлияет в наш вот этот вот тальк. Можно дальше будет перемять и никаких проблем не будет. Какой тальк? Ты же сказал, тальк повлияет. Ой, заговорился. Крахмал, крахмал. Спасибо тебе огромное. А еще у тебя в мешке просто крахмал этот. Да, обыкновенный крахмал. Не тальк. Переворачиваем. Мы перевернули. Оп. Снимаем. И следующая маленькая фишечка, которую я вам сейчас продемонстрирую. Многие пытаются вот так вот достать. И у наших коллег иностранных, которые выпускают подобные плансоны, они все мучаются, доставая оттуда. Нет, есть супер приспособление. Есть супер приспособление. Приспособление продается в обыкновенных хозяйственных магазинах, в супермаркетах. Можно в крупных. Они в доступе разного размера. Да, конечно, гениально. Это такие присосочки. Нам достаточно до присосочки этой дотронуться. Оп. И мы достаем оттуда элемент. Видите, он держится. О, русские мужики сейчас делают. И вот здесь мы вот так вот уложили все это дело. Уложили. И после того, как у нас все это дело легло, вот после этого по нашему краю вы можете проехаться либо иглой, либо струной. Сейчас я возьму. Ну, иглой мы уже проезжались. Давай струной попробуем. Давай струной. Вот она у тебя от гитары. Да. Или от полевого телефонного аппарата. Без разницы. Мы берем вот так вот аккуратненько. И вот так вот проводим. И вот так вот проводим. Раз. То есть пенопласт у нас изначально спланирован так, чтобы вы могли им пользоваться, не выкидывать, не засорять нашу природу, чтобы у нас использовался он по назначению. И после того, как мы вот это все срезали, нам остается только пальчиком вот так вот подгладить острые краешки. Берегите руки ваших клиентов. Они же вашей тарелочкой будут пользоваться. Облизывать. Облизывать. Молодец. Кто-нибудь язык поранит. Я тут, кстати, узнал, как надо, если вдруг поранил язык, надо просто так... Что? И давление избыточное во рту. Очень актуально для тех, кто покупает тарелки, которые можно обрезать. Избыточное давление не дает вытекать кровь из языка. Ёлки-поги. Хорошую информацию я тут получаю постоянно. Значит, в этой тарелке, в этой тарелке, можно оставить сушить. Это позволит вам вот удержать вот эту вот кромочку, вот эту кромочку, чтобы она не оседала. Если вы делаете без узоров тарелку, то вы можете здесь в это время сделать какие-то налепы, здесь поиграться, какие-то что-то процарапать. Мы здесь простую сделали тарелку. Ну, а Алексею даст эта возможность подзаработать на пенопластовых. Нет, просто я задумывался о том, что упаковку, которую мы предлагаем, её будут выкидывать. И засорять вот окружающую среду, я против этого. Придумай тогда кормушку из вот этой коробочки. Я думаю, что мы придумаем что-нибудь. Я так думаю, что у нас будет на этих коробках выкройки для тарелок. Это следующий шаг, чтобы люди могли раскрывать, вырезать. Лекала. Лекала, да. Лекала для разных тарелок. Вот такая вот простецкая вещь позволяет сделать такие вот, я думаю, классные тарелки. Если Илья захочет, он может это высушить и обжечь. Заглузыровать. Заглузыровать. И в музей. И в музей, да. Замечательная, друзья, тарелочка у нас получилась. Прямо, я думаю, что любой новичок может это сделать. Это сделать. Каждый может новичок это сделать. Это единственная техника, о которой я вам рассказал. А на самом деле их намного больше. На моих ресурсах вы можете посмотреть все видеоролики и обзоры по каждому из этих плансонов. Занимайтесь творчеством. Наслаждайтесь искусством. Лепите сказочные и волшебные глины. Подписывайтесь на нас, комментируйте, задавайте вопросы Алексею в личных сообщениях. Там вот ссылка в описании этого видеоролика. Ну а с вами был я, Илья Калашников, Алексей Золотов. Всем пока. До волшебствей керамики. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч.